Мы продолжаем посвящать новичков в мир IF Online и сегодня мы будем разговаривать про типы кораблей, точнее про их метод использования. Не буду долго затягивать, сразу же начну. Корабли по методу использования могут делиться на несколько категорий. Во-первых, это те корабли, которые наносят дамаг, то есть дамажущие корабли. Далее у нас есть еще корабли, которые здесь в IF Online называются как логисты. Для более простых игроков, которые привыкли к другим ММО, это хилы, то есть корабли, которые восстанавливают броню, которые восстанавливают щиты, то есть те корабли, которые не дают вам пасть в бою. Ну и, соответственно, корабли электроника, те, которые вешают бафы и дебафы для простонародия, но здесь их называют электронщики, которые могут оказывать позитивное либо негативное воздействие на союзные либо вражеские корабли. Давайте начнем с основного. Дамажущие корабли. Какими они бывают? И где можно узнать, к чему приспособлен тот или иной вид корабля? Начнем с дамажущих кораблей. Мы видим то, что у нас есть много версий классов кораблей. Это фрегаты, это эсминцы, крейсера, батлкрейсера, линкоры, кары, титаны и так далее. Каждый из них может нести в своей категории конкретный вид корабля. Это дамажник, тот же, допустим, логист и так далее. На что нужно в первую очередь обращать внимание, чтобы понять, чему можно приспособить данный вид корабля? И какой корабль, собственно, нужно в первую очередь учить, чтобы оказывать какое-то полезное действие в бою? Во-первых, важное понятие для новичков, старайтесь в совершенстве учить то направление, которым вы хотите оказывать свое полезное действие в пвп-флотах, в маленьких пвп-флотах, в средних и в больших. Это очень важная роль, потому что каждая категория должна вмещать в себя уйму скиллпойнтов, уйму навыков и очень много дней изучения данной категории. Не изучив корабль определенного направления в совершенстве, вы не будете оказывать того полезного действия, которого от вас ожидают в первую очередь. Но, соответственно, в больших флотах, даже в средних флотах, это мало влияет на результативность. Там, как правило, имеет роль командная игра в первую очередь, насколько много электроники, насколько много дамажащих и логистических кораблей, которые откачивают броню. В маленьких флотах это имеет критичную роль, потому что в малых флотах не так много электроники, не так много логистов и не так много дамажников, как хотелось бы. Поэтому совершенство навыков конкретного типа корабля, конкретного пилота играет очень важную роль. В первую очередь вам нужно определиться, где вы хотите оказывать свое полезное действие. Давайте, для примера, возьмем роль того, что мы решили свое полезное действие проявлять именно в сфере дамага. Мы хотим дамажить. В какую ветку нам двигаться, какие корабли изучать? Как правило, большинство новичков, когда приходят в IF Online, в первую очередь встречаются с ракетными кораблями. Это в большей степени. Потому что в чатах помощь на русском и так далее, в большинстве случаев именно рекомендуют новичкам изучать ракетные корабли. Потому что, во-первых, они не имеют промаха, они дамажат в любом случае. Ну, в том плане, то что именно по сигнатуре взрыва и так далее дамаг будет наноситься, пусть и не такой большой, но все же будет. Это прощает именно новичку много ошибок. Так, допустим, если мы будем минматарские корабли использовать в ПВЕ, они очень слабо годятся, потому что они в основном созданы для боя. Здесь не так много ПВЕ кораблей, как вы можете встретить, потому что на начальных уровнях, как правило, игроки будут встречаться в первую очередь с фрегатами, эсминцами и крысерами. Даже если мы возьмем крысера, тот же самый стабер, он не самый лучший вариант для того, чтобы проходить какие-то ПВЕ миссии, миссии агентов, допустим, те же самые аномалии, пусть самые слабые зеленки. Он слишком тонкий, но достаточно имеет внушительное количество урона. Но при этом этого урона недостаточно, чтобы пройти всю аномалию без потерь. Соответственно, большинству новичков рекомендуют использовать фракцию именно государства Калдари, потому что там имеется Каракал, плюс это одна из основных веток, которая ведет Гили. Вот здесь требуется фракция Калдари и Галенты. Соответственно, большинству новичков предлагают выбирать именно вот эти корабли и идти в эту ветку. То есть Аспреи, Аспреи Нави, Калдари, Мои и так далее. Вот. Но это неплохо на самом деле. То есть на самом деле Калдари как корабли, они достаточно медленные, но достаточно позитивные в плане урона. В плане, потому что они используют ракеты. Ракеты это хороший выбор против большого количества целей, против больших кораблей тяжелые, против малых кораблей скоростерельные легкие и так далее. Вот. Также у них есть большая разновидность лаунчеров, которая может вешаться на один и тот же корабль. Допустим, если мы выбираем ветку дамажника, то скорее всего первый корабль на ветчиках, который будет использоваться в пвп в хлотах, даже в малых пвп в хлотах, скорее всего это с большей долей вероятности будет каракал. В чем его особенность? Самое главное, в первую очередь, у корабля читать профильные особенности проекта. Потому что это поможет сильно вам понять, в какой сфере корабль себя раскрывает лучше всего. Соответственно, навешать те или иные пушки можно практически на любой корабль. Допустим, на каракала можно поставить тот же самый ракета-лаунчер, дополнительно на него можно поставить и сушилу, дополнительно на него можно поставить и накачку щитов. Но при этом он не создан для этого. Ему не позволит реактор поставить достаточно большое количество модулей для передачи энергии для накачки щита. Также у него нету бонуса на эту накачку щита, а значит то, что его способность к логистике, то есть накачивать корабли, то есть к отхилу, слишком низка. Разумеется, этот корабль не будет в этой сфере использоваться. Для такой именно среды больше всего именно в ветке колдарей подходит аспрей. Если вы обратите внимание на профильные особенности проекта, если просто навестить на него курсор мышки, вы увидите то, что за каждую степень освоения навыка колдарские крейсеры на 12,5% повышается производительность установок дистанционной накачки щитов, а также на 5% сокращается потребность энергии установками дистанционной накачки щитов. Это значит то, что данный корабль приспособлен для того, чтобы накачивать щиты союзника. Логично, у него есть еще профильные особенности проекта. Это значит то, что, также здесь же читаем, на 1000% увеличивается дальность действия установок дистанционного энергоснабжения. Значит то, что этот корабль может передавать энергию своего реактора в реактор союзника. Дополнительные профильные особенности проекта можете прочесть дальше сами. Но мы сейчас разговариваем именно не про логистические корабли. Допустим мы опять же вернемся к тому, что мы выбрали ветку дамажника. А значит у нас первый корабль, один из первых кораблей, который будет использоваться в пвп, скорее всего это будет каракал. Я не думаю то, что будут использоваться какие-то фрегаты или эсмейцы. Большинству новичков рекомендуют эти корабли обходить. Потому что летать на малых кораблях гораздо сложнее, чем летать на средних кораблях. Это доказывает не только практика, а это доказывает именно тот факт, насколько ты грамотен именно в освоении данного типа корабля. То есть здесь сложно сказать, что нужно корабль именно чувствовать, чтобы там что-то, какие-то финты проворачивать, кого-то таклить там или летать. Нет, конечно, просто когда вы летаете на одном фите достаточно длительное время, вы к этому фиту привыкаете. Вы знаете, что от него ожидать, какие у него есть плюсы и минусы. Полетав, допустим, на одном и том же фите 3 месяца с интенсивными посещениями флотов, вы будете знать, насколько оборотов или прокрутов вам хватит МВД, чтобы прежде чем реактор ваш закончится. Потому что корабли не так достаточно часто капостабильны, особенно боевые корабли. Также вы знаете, что ожидать по счетам, сколько урона может выдержать данный корабль и от кого. К этому нужно все привыкать. Но новички в первую очередь будут садиться с большей долей вероятности на каракал. А мы знаем, что каракал это в первую очередь ракетный корабль, потому что в особенностях проекта у него это написано. Здесь написано, что на 5% повышается скорострельность легких, тяжелых штурмовых и тяжелых ракет. А также на 10% повышается скорость полета легких, тяжелых и тяжелых штурмовых. Профильных особенностей здесь нету, потому что это один из самых простых кораблей, но при этом один из самых эффективных. Дело в том, что в колдарские корабли может влезть и достаточно внушительное количество модулей. Давайте просимулируем данный корабль и сейчас я вам это наглядно покажу. Дело в том, что использовать данный корабль можно не только в противостоянии против крейсеров и больших тяжелых кораблей. Даже данный корабль способен уничтожать малые корабли, по которым очень сложно попасть. А так как этот корабль использует ракеты, это значит, что ракеты всегда будут попадать в цель вне зависимости от того, с какой скоростью она движется. Просто будет разница в дамаге, больше либо меньше. Если цель движется достаточно медленно, значит наша сигнатура успевает покрыть область этого корабля и дамаг будет наноситься в 100% объеме. Соответственно, если он движется быстрее, то ракетки будут взрываться немножко раньше и дамаг не весь будет проходить по цели, а значит дамага будет немного меньше. У ракет есть одна очень, так сказать, проблемная особенность, это дальность полета. То есть не все корабли смогут оснащаться дополнительными модулями для того, чтобы, допустим, выживать, при этом еще и наносить урон. То есть при этом еще контролировать дистанцию этого урона, то есть чтобы увеличить дистанцию своих ракет, именно дальность атаки ракет, это нужно пожертвовать какими-то слотами в ригах, какими-то слотами в малых разъемах мощности и, возможно, какими-то слотами в средних. Что не рекомендуется делать? Дело в том, что каракал можно заточить под конкретное действие во флоте. Допустим, мы хотим, чтобы наш каракал с большим успехом уничтожал малые корабли. А именно малые корабли это эсминцы и фрегаты, которые движутся достаточно быстро и по ним сложно попасть большими ракетами. Значит, то, что данный корабль можно оснастить скорострельными легкими лаунчерами. Дело в том, что каракал может оснащаться несколькими видами лаунчера. Это написано в его особенностях, то есть и тяжелыми штурмовыми, и тяжелыми, и легкими. В зависимости от того, какую цель преследует данный каракал. Если он хочет наносить урон против средних флотов, или против флотов, которые используют большие корабли, такие как линкоры, например, логично то, что лучше на него вешать лаунчеры, которые будут наносить урон больше по большим кораблям. Это значит, что лучше всего использовать тяжелые ракеты. Потому что большие цели и средние цели, они не такие быстрые, и при этом по ним достаточно проще попасть. Потому что сигнатура у них большая, а значит сигнатура взрыва сможет нам зацепить данный вид корабля. Здесь, соответственно, очень простое правило. Если мы хотим каракал использовать против малых кораблей, мы ставим легкие, скорострельные легкие лаунчеры. Если против средних и больших кораблей, соответственно, ставим тяжелые лаунчеры. Есть еще тяжелые штурмовые, но их не так часто используют, потому что каракал сложно приспособить для абордажного корабля. Он слишком медленный для этого. Соответственно, здесь можно сделать некий вывод. Каракал, если мы идем в сферу дамага, достаточно успешный корабль для того, чтобы совершать вылеты как в малых флотилиях, в средних, так и в больших. Дело в том, что разные виды лаунчеров имеют свою дистанцию. Допустим, если это скорострельные легкие, у них дистанция будет короче, но при этом и скорость полета ракет, именно время пуска и время попадания будет очень коротким. А значит, корабль, противник, не успеет уйти на достаточно далекую дистанцию, чтобы избежать сигнатуры взрыва. Это значит, что от скорострельных легких, пусть у них дистанция достаточно короткая, если он находится в зоне поражения, с большой долей вероятности дамаг пройдет почти на 100%. Движемся дальше. Дело в том, что если вы хотите в совершенстве использовать именно скилл дамажника, вам нужно иметь максимальный урон. Максимальный урон достигается кучей, просто кучей навыков, которые можно изучать. Во-первых, если мы опять же, давайте просимулируем наш каракал, будем использовать каракал против малых целей. Кстати, скорострельные пусковые установки, малые скорострельные пусковые установки, ни в коем случае не говорят нам о том, что они могут использоваться только против малых кораблей. Просто они эффективнее используются против малых кораблей, допустим, против тех же фрегатов и эсминцев. Но они также достаточно эффективно используются и против средних кораблей. Просто средние и большие корабли используют более дальнюю дистанцию атаки, и при этом скорострельные легкие не всегда успешно в этом плане используются. Да, урон они будут наносить достаточно внушительность, 100% за счет того, что сигнатура противника достаточно большая. Да, они будут достаточно быстро прокручиваться, но при этом у них есть небольшая погрешность. Вторая небольшая погрешность. Первая это дистанция, вторая это то, что они очень долго перезаряжаются. А значит вам вражеские корабли, если у них фит против средних кораблей, насуют достаточно быстро. Собственно, это мы проверили. Вам нужно в первую очередь понять, в какую ветку вам в первую очередь нужно залезть. Очень часто используют на вылетах корабли именно класса каракал на ракетах и класса, допустим, того же мунина. Его аналог это руптура. Это у нас уже арта и пулеметы. Но для новичков это достаточно сложные корабли, потому что там очень важную роль имеет трекинг. Там очень их сложно стабилизировать по реактору. Вот потому что путем того, что они используют некоторую арту, а значит реактор будет заранее перегружен и они будут очень тонкие. А новичку нужно именно иметь тот корабль, который будет прощать ошибки каракал. Это один из самых лучших кораблей. Давайте просто элементарно накинем некоторые фиты на данный корабль и сразу же поймем, какие минимальные навыки нам нужны для того, чтобы наш коэффициент полезного действия именно в качестве ударного, то есть наносящего урон корабля, была максимальной. Во-первых, это лаунчеры. Допустим, мы определились, что в принципе мы готовы летать на скорострельных легких ракетах. А это значит, что нам нужно войти в категорию турели пусковые установки, дальше в пусковые установки и выбрать скорострельные легкие. Не просто легкие, а именно скорострельные легкие. Это у нас Light Missile Launcher. Устанавливаем его на наш каракал, нажимаем на вкладку Info и смотрим требования, какие навыки нам нужны для того, чтобы использовать этот лаунчер минимально, просто чтобы его использовать. Соответственно, сам курс легкие ракеты, спецкурс, соответственно и пусковые установки. Дело в том, что можно использовать данные навыки для того, чтобы только бы поставить этот лаунчер. Но этот лаунчер также можно прокачать, чтобы он наносил еще больше народа, а за это отвечает дополнительная спецкурсия. Соответственно, если мы прокачаем его на максимум, мы дополнительно получим 10% к нашему урону. Также, чтобы влезли, допустим, достаточное количество этих лаунчеров, нам нужно прокачать дополнительно реактор, дополнительно использование ЦПУ по отношению к нашим пушкам. Это все уже дело именно бортовой электроники. За этим тоже нужно будет гнаться. То есть здесь очень важно, если мы используем, хотим участвовать именно в плане нанесения урона, мы качаем одни категории в плане логистики, другие категории в плане, допустим, электроники, совершенно иные категории. Давайте немножко отойдем от каракалов и ударных версий корабля и вернемся немножко к другим категориям. Мы, допустим, решили использовать свои науки в электронике. Электроники одни из самых важных кораблей, которые могут использоваться во флотилиях, потому что они оказывают не только позитивное влияние, но и негативное влияние на вражеские флоты. К таким кораблям можно отнести достаточно большое количество кораблей. Во-первых, одни из самых основных и интересных кораблей это Blackbird. Blackbird это джаммерщик. Что делают джаммерщики? Они оказывают негативное влияние на глушение захвата целей, не на дальность, а именно на глушение. Это гласит о том, что корабль, который вы захватили в цель, и повесив на него определенные модули, будет испытывать негативное воздействие на себя и при этом не сможет захватить другие цели в прицел. Какие полезности от этого можно извлечь? Во-первых, если вы захватите логиста, вражеского логиста, который качает свои союзные корабли, это значит, что он не может захватить цель, а значит, не сможет откачивать своих союзников. Соответственно, это для него очень неудобно, это для него очень плохо. Он просто бесполезным становится. Вы просто выключаете этот корабль из вражеского флота, то есть он не сможет свой коэффициент полезного действия вкладывать в работу всего флота. Давайте просимулируем данный корабль. Это один только один из подтипов электроников, которые могут использоваться. Есть еще дамперы, есть еще бонусники, да, то есть корабли. Это тоже электроника, потому что это все электронное воздействие. Вот, бонусники тоже можно отнести к электронике, но о них мы поговорим, возможно, в других видеороликах, но не сегодня. Самые простые фиты на Blackbird это использование общих показателей по глушению захвата цели, именно общих модулей. Разделять для новичка о том, то, что какие модули конкретно используют против какого корабля, очень сложно, особенно в самом начале. Он позже сам усовершенствует свой навык и сам поймет, какой модуль против какого корабля лучше всего использовать. Просто чем больше он будет использовать данный тип корабля, тем лучше он освоит именно данный навык. Но в начале всегда вешаются общие модули. Модули по глушению захвата целей всегда устанавливаются в средние слоты. Давайте отфильтруем по разъему. Перейдем во вкладку системы RAP, перейдем в модули глушения захвата целей. И мы видим то, что у нас есть гравиметрические, ладарные, магнитометрические, радарные и универсальные глушители. Дело в том, что каждый из этой категории глушит конкретный вид корабля. Точнее не то, что конкретный, глушить он будет абсолютно любой. Просто на определенный вид корабля, определенной фракции он будет оказывать больше воздействий, чем на другой. Но в начале лучше этому внимания не придавать и использовать универсальные глушители, потому что это проще. А позже уже, соответственно, рефить свой корабль и совершенствовать свой навык. Чаще всего используют, как правило, в вылетах колдарские и минматарские корабли. А значит, что нам, скорее всего, подойдут ладарные и гравиметрические глушители. Это я вам на будущее говорю. А так лучше использовать универсальные. Давайте откроем вкладку универсальные и поставим. Нам нужен именно мультиспектрал ЕЦМ-2. Как правило, их ставят 2-3 штуки. Но в нашем случае давайте поставим 2 для начала. Мы видим то, что действия помех, гравиметрик, ладар, магнитометрик и радар. Все по 4-2. Видите, у меня даже навыки не изучены для этого. Потому что я не являюсь электронщиком во флотилиях, поэтому я такие навыки не учу. Но если мы откроем подробную информацию конкретного модуля, мы видим то, что здесь требования всего 2. То есть управление ЦПУ и системы РЭП. Вот, соответственно, чтобы повесить, просто использовать данный модуль, данные навыки нам нужно довести до совершенства. Также есть конкретная категория навыка, которая усиливает именно эффективность глушения захвата целей. Данный корабль будет дополнительно фититься еще в системы защиты. Дело в том, что Blackbird, он не участвует именно в схватке, именно в самом пекле, где идет сам бой. Дальность таких модулей составляет 67 километров по моим навыкам. Но их можно использовать достаточно легко и на 80, и на 100 километров. Есть конкретный вид данного корабля Т-2. Это цинка, в качестве цинки его больше используют. Но это Falcon. Вот, он тоже достаточно негативное влияние на захваты целей использует. И он может стоять на очень большой дистанции. Значит, поразить данный корабль достаточно сложно, но возможно. Вот. Соответственно, не нужно просто все завешивать конкретно именно модулями глушения захвата целей. Обязательно оставляйте разъем под МВД. Обязательно оставляйте разъем под расширитель щита. Потому что, не дай бог, вас поймают. Вам нужно как-то тоже выживать. Ну вот. Соответственно, двигаемся дальше. Мы выбрали путь логиста. Мы хотим хилить. Мы хотим качать. Здесь все достаточно проще, чем в других кораблях. Этих кораблей не так много. Во-первых, опять же, мы будем в качестве примера использовать ветку крейсеров. В качестве логиста можно использовать как аспрея, но очень часто используют так называемые скетчи. И тот, и другое, в принципе, можно использовать, но чаще всего используют скетчи. Не могу точно сейчас сказать почему, но с большей долей вероятности именно их. Здесь все достаточно просто. Для совершенствования навыка откачки щитов нужно очень много навыков вливать именно в бортовые системы корабля. Во-первых, нужно очень хорошо изучить реактор. Нужно очень хорошо изучить ЦПУ. Нужно очень хорошо изучить энергосбережение корабля. Потому что логисты, они самые энергозатратные корабли. Им нужно подействовать, им нужно поддерживать именно работу МВД, поддерживать работу накачки щита, поддерживать работу передачи энергии и при этом сохранять свою стабильность. То есть, если кораблик логиста разрядится, соответственно, он не будет быть таким, не сможет быть таким полезным, как до того, как он разрядился. Это логично. Поэтому тут просто уйма навыков требуется для того, чтобы прокачать бортовые системы. Вот. Я ни в коем случае не смогу конкретно говорить за логистов, потому что я не являюсь логистом и очень редко на них летаю. Но могу сказать о том, что навыков это одни из самых жирных кораблей, которые требуют большое количество навыков. Дело в том, что логисты могут быть не только щитовыми, то есть накачивать только щиты, они могут накачивать еще и броню. Вот. Это две разных категории. Допустим, к накачке брони могут относиться такие корабли, как Гвардея. Это Т2 корабли. Давайте мы на них сейчас посмотрим. По профильным особенностям проекта и по особенностям проекта можно понять, что данный корабль на 15% сокращает потребление энергии установками дистанционного энергосбережения, на 15% сокращает потребление энергии установками дистанционного ремонта брони. Данный корабль заточен именно на ремонт брони. На нем нельзя использовать модуль, точнее можно, но не нужно использовать модули по накачке щитов. Он именно для арморных флотилий. Те корабли, которые в качестве своей танкующей способности используют именно броню, а не щиты. То есть логист, он может использовать, хороший логист может использовать и корабли, которые ремонтируют броню, и корабли, которые ремонтируют, восстанавливают щиты. Но вот здесь все достаточно сложнее. То есть логисты самые емкие именно по скиллам, которые в них нужно вливать, дабы изучать конкретную профессию. Их, как правило, меньше всего. Проще изучить всего электронику. Там не так много скиллпоинтов нужно, но при этом вечно летать на электронике тоже не придется. Рано или поздно вам нужно будет сесть либо на боевой, либо на логистический шип, потому что на каких-то вылетах может не хватать либо одних, либо других. Но приспособиться всегда можно. Даже не имея совершенных навыков в уроне, можно всегда использовать корабли, которые могут вести атаку теми же самыми ракетами. Так называемые мета-модули. Давайте я вам сейчас покажу на примере того же Каракала. Просимулируем его. Отфильтруем по разъему. И турели пусковые установки. Ну давайте возьмем та же скорострельная. Вот видите, здесь написано Experimental SV2000 Rapid Light Miss Launcher. Потом Limited Limited Rapid Light Miss Launcher. Прототип Арболист Rapid Miss Launcher. Это называется модули мета. Но при этом разница по урону будет достаточно. Она будет, но не такой большой. Собственно, это основные такие моменты, которые я хотел бы вам рассказать. Именно какими корабли могут являться, в каких сферах их чаще всего используют. Основные какие-то принципы фитинга, да, и именно направление навыков, куда нужно именно вливать свои навыки именно при определении категории, где вы хотите участвовать. Быть ударником быть, либо быть логистом, либо быть электронщиком. Но сразу же повторяюсь, то, что быть электронщиком проще, чем быть тем же самым ударником, либо логистом. Но если вам нравится хилите, то, пожалуйста, жертвуйте свои навыки на прокачку логистических кораблей, усовершенствуйте бортовое оборудование. Но ни в коем случае не могу вам сказать о том, что это будет плохо, потому что это, с одной стороны, затратно, да, но, с другой стороны, это достаточно хорошо в плане того, что вам в будущем придется учить меньше навыков при изучении более крупных кораблей, таких, как, скажем, линкоры, такие, как те же самые кары, либо титаны, да, то есть, когда вы уже дойдете до этого этапа. Вам просто меньше навыков будет требоваться, но они все равно рано или поздно понадобятся. Ну, на этом все. Всем спасибо за то, что уделили время. До следующих выпусков. Пока. Продолжение следует...